Здравствуйте! Сегодня гостя по авансены, театральный критик, журналист, киевлянин Сергей Геннадьевич Васильев. Сергей Васильев, театральный критик, журналист, педагог. Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии «Киевская пектораль». Кавалер ордена за заслуги третьей степени. Вы родились, насколько я знаю, в городе Харькове. Да. Вот давайте немножко про Харьков, про свое детство, про родителей, про дедушек, про бабушек. Неожиданно только. Ну, я иногда шучу, что мне кажется, что самым лучшим в себе я обязан Харькову на самом деле. И это трудно объяснить. У меня была нормальная семья, в которой я обожал своего деда. Взгляды его сейчас, конечно, совершенно не совпадают с тем, как видит этот современный мир. Но он был невероятной честности человек, абсолютно бессребренник. И даже, мне кажется, идеалист, несмотря на весь век, который он прожил. А в его судьбе были разные моменты, прямо надо сказать. Так что семья у меня... Ну, достаточно сказать, что мое великое счастье, что я все-таки родился и жил на улице Сумской в городе Харькове. А это самый центр города. Я ходил... Мой детский сад был в 50 метрах от обкома партии, который стоит на этой знаменитой, перезнаменитой площади Дзержинского. Поэтому... Ну, у меня есть вообще теория, что нас очень подпитывает и очень формирует не просто человеческое общение, а, как ни странно, вот среда обитания, что называется, да, вот эти... Ты как бы учишься с детства говорить с камнями, ну, то есть говорить со стенами, говорить с заборами, говорить, ну, то есть с асфальтом, который там рядом, с этой площадью Дзержинского, с этим памятником Ленина, с этой полянкой за памятником Ленина, на которой мы устраивали постоянно пикники, с этими дырками в университетском заборе, где мы ходили, играли в баскетбол, а через другую дырку ходили бесплатно, чуть ли не ежедневно в зоопарк, к примеру, да. Ну, то есть это всё очень-очень-очень-очень сильно формирует твой мир. Вот, ну, то есть я думаю, что люди... Это не в обиду этим людям. У нас у каждого по-разному складываются судьбы. Но люди, которые жили, скажем, на окраинах или там в районе ХТЗ, или в районе Новоселовки, или в районе Новых Домов, к примеру, которые были спальными районами, или там на Салтовке, на которую я потом попал с родителями уже в таком довольно зрелом возрасте, в 16 лет, конечно, это что-то, что-то, что-то... Каких-то таких городских урбанистических генов, может быть, и не хватало. Потому что ты живёшь в окружении великой там архитектуры Бекетова, да, и у тебя все дома вокруг, они именно таковы. Кроме твоего дома, который у меня построен, дом, в видимом месте с Газпромом Великим, который тоже от меня находился в 300 метрах, и я там гулял. Ну, да, потому что... А мой дом конструктивистский. Единственный дом на Сумску и вообще в Харькове. Ну, такой. Не все сегодня знают, что когда-то Украина была главным источником газа в СССР, и что... Тогда Шебелинская у нас есть под Харьковом, да. Шебелинка, да, поставляла газ на всю европейскую часть СССР. Вот, это одна сторона. Вторая сторона, я вот ни об этом не задумывался, я помню и знаю, что самая большая площадь в Европе в Харькове. Она была искусственно создана? Что-то сносилось? Думаю, нет. Это просто, просто... Пистолически так словно? Судя по документальным кадрам, вот недавно я даже как-то где-то наткнулся в интернете на очень любопытные съемки строительства Газпрома, это чистая территория была. Ну, то есть ничего для нее специально не делали, хотя университет с 19 века там стоит рядом на этой же площади, Каразинский. Ну, Харьков первая столица Советской Украины, да? То есть это первая украинская столица до 1932 года, если я не ошибаюсь. Она не называется у нас Советской Украиной. Харьков называют, Харьков первая столица Украины. Первая столица, да. Ну, Советская, естественно, потому что до революции, до советской власти такой страны не было, и республики такой не было. Ну, это был крупный уездный город. Но он был губернский? Губернский, губернский город. И более того, есть подозрения, ну, туда входили и Сумская, Полтавская область. Ну, то есть была Харьковская губерния. Не случайно там у Чехова очень много упоминается, что есть подозрение, что где-то в Сумской области этот вишневый сад уезжает, если вы помните, в Аре, в Харьков. То есть очень много такого было, то есть и театры там были, естественно. Культурный большой центр и большой научный центр, в нем, насколько я знаю, было больше, например, высших учебных заведений, чем в Киеве. Вот уже в то время, когда я там жил. Это город такой научный, студенческий, индустриальный. И у меня есть, была когда-то вообще смешная такая, даже, к сожалению, большинство моих проектов имеет умозрительную такую форму, то есть я его проигрываю внутри, и мне хватает его. Но я хотел там в конце 90-х годов, например, устроить такую игру-конкурс столицы Украины и взять не только Харьков, вспомнить и Батурин, и Глухов, и другие места. Где, собственно говоря, место силы? Я, честно говоря, думаю, что Киев не является местом силы, он является, то есть он как раз и является местом силы, но это город, это город не движение, это город не энергии, это город не мускулов. И поэтому для меня, например, пока столица находится в Киеве, я считаю, что вообще даже Украина такого большого и светлого будущего не имеет. Сергей, а почему вот, ну, как нас учили? Нас учили, что поскольку революция-то была пролетарская, власть-то была рабочая, а Харьков был намного более рабочим и промышленным городом, чем Киев, поэтому там и была столица. А почему перенесли в 32-м году столицу в Киев? Почему решили, что Киев столица? Я, честно говоря, не помню эту историю, поэтому не буду углублять, но я знаю, что пока Харьков был столицей, кипела жизнь. И мы знаем, и Ландау там работал, если говорить там об ученых, да, там вся была украинская интеллигенция настоящая, новая, начинают в оплитех Волевого и всех этих людей, да, дома этого слова, которые простреляли потом на три четверти, наверное. И лучше Тычина, и лучше Сосюра, и Довженко. Я уже не говорил, как бы, театр, да, то, что там все-таки был Березиль в этом городе, который был переведен из Киева в столицу именно, потому что он считался в каком-то смысле революционным, да, театром, новаторским. Его сравнение никакого, ну, не выдерживал театр Франко в это время. И это очень важно, то есть там что-то кипело, это город, ну, как бы, просто другой энергии. Может быть, это чувствовали, перевели, но были какие-то, я думаю, были какие-то резоны иные. Я знал раньше эту историю, но, честно говоря, сейчас боюсь, что начну что-то сочинять и выдумывать. Просто есть этот факт переноса этой столицы. Сергей, вы начали говорить о ваших корнях, вы сказали несколько слов о своем деде, но вот ни я, ни зрители, мы не поняли. Дед был советским работником. Да, будем так говорить. А подробнее вот? Он был очень крупным в иерархии советской начальником милиции. Он вызывал паспортный стол в Харькове. Ну, до этого он был в Житомире, где-то они были. И в Москве он работал. Ну, в органах работал человек. И более того, повторю, он в эти идеи продолжал верить, очевидно. При том, что, конечно, 37-й год или там чуть раньше его сильно напугал. Он был мелкий какое-то в это время в Белоруссии, потому что корни мои предки вообще по материнской линии, все они из Белоруссии. И бабушка, и дед мой, они из разных социальных страт, но все оттуда. И вот он рассказывал. Он не любил на эти темы говорить, и мне не удавалось, честно говоря, его разговаривать. И потом, к сожалению, еще не пришло время, когда об этом как бы можно было легко говорить. Поэтому он, в общем, от этих вопросов, более того, от меня совершенно случайным. Он довольно рано умер, ушел, когда я как раз в этот день защищал диплом. Мне было 22 года, и в этот день его хоронили, когда у меня была защита диплома. Вот. Ну, он рассказывал о том, что чемоданчик стоял все время в доме. Он был какой-то мелкий в это время второй секретарь райкома в каком-то глухом белорусском уезде. И они это все-все пережили, все на себе. Но, повторю, это был человек каких-то исключительных в моем представлении нравственных норм и правил. И я думаю, что, как ни странно, но вот для меня многие годы он все равно оставался каким-то критерием того, каким должен быть вообще человек. Потому. Сергей, ну кто там вот из родных и близких имел отношение к театру, к искусству? Никто не имел. Это я вам сразу говорю. Никто не имел. И я иногда даже шучу, рассказываю историю, в которую я верю, кстати говоря, о том, что вообще меня принял Господь Бог в этот вуз. Я проходил в девятом классе по своей же улице Сумской. Обратил внимание на домик, на котором висело объявление о том, что набирают артистов, режиссеров и театроведов. Поскольку, в принципе, меня тянуло к письму какому-то, стишки я там сочинял, какие-то рассказы придумывал. Ну, то есть у нас школа была, и класс очень особый такой о нашем классе, правда, до нашего появления с Виталием Бондаревым, моим другом, в этом классе даже фильмы снимали. И на нас проверяли. Мы учились, например, по физике какие-то годы по учебникам, репринтам, да, ну, то есть как бы на нас обкатывали какие-то вот или по математике там какие-то вещи. В школе я имею в виду. То есть это была школа второй ступени? Нет, это была обычная школа, но наш класс считался, почему-то его считался экспериментальным. И в это даже было интересно, что нам, например, математику преподавал не школьный учитель, а из университета учитель. Русскую литературу нам преподавал университетский учитель. Ну, кроме того, что был потом и наш, что уже совершенно замечательная у нас была эта филология, не русачка. Ну, именно класс был такой, как бы особо одаренных детей. Прямо скажу, на 90% евреев. Это я вам серьёзно скажу, это потому я всегда шучу, что я прививку от антисемитизма получил очень рано. Ты же не можешь, это всё твои друзья, свои товарищи школьные. Вот, ну, был такой особый какой-то класс, не могу, ну, достаточно сказать, что это был, когда мы заканчивали, в 77-м году, наш класс. Вот вышли мы из школы, и все поступили тут же в вузы. Наверное, вам должно быть понятно, что это довольно была интеллектуальная подготовка сильная. Одна девочка не поступила, но она поступала в худпром, и она поступила в следующем году. То есть, просто очень сложное было поступление. А что такое худпром? Худовственно-промышленный институт. То есть, это институт, ну, как вот в Академии искусств у нас там, я не знаю, в Одессе есть, как грековское училище, например. Нет, нет, ну, просто сочетание такое художественно-промышленное. Худовственно-промышленное, там же школа дизайна колоссальная в Харькове, колоссальная просто. Ну, мы потом еще вернемся, может быть, и к институту, в котором работал Андау, и вот этому фильму, который Дау, и который достаточно там немножко скандальный, немножко. Вообще, если так даже примитивно взглянуть, то в Харькове возникало много скандальных каких-то ситуаций. Тот же Желдок. Ну, Желдок все-таки не харьковчанин, но харьковчанин, это Бахчинян, например, Бахчинян, это Лимонов, это какие-то личности Харьков, конечно, производил, и в 60-е годы очень необычные. Так я все-таки, да, расскажу историю, она важна, потому что она свидетельствует о том, ну, как бы, присутствии Бога. Это было, ну, едва ли не первое присутствие Бога в моей жизни, серьезное, честно говоря. Так вот, я проходил и видел это объявление. Сам я писал чуточку и думал, что поступлю, и, хвала Богу, не поступил, такого не было факультета в нашем университете, журналистики. Поскольку, повторю, из Харькова я уезжать никоим образом не хотел, вообще довольно домашний человек, я рад по знаку и немыслимо куда-то поехать, жить среди каких-то людей в общежитии, об этом даже речи было. Я заинтересовался, они взяли, вот, например, взять и стать театроведом. Это же тоже пишущий какой-то человек. При этом в театр я практически не ходил. Ну, то есть, это тоже анекдотическая история, но я пошел, посмотрю один спектакль Барсигана, пятая колонна, по Хемингу и, между прочим. Написал рецензию, пошел к маме на работу, напечатал ее на папиросной бумаге. Почему на папиросной бумаге? Потому что она могла взять тогда четыре экземпляра. И вот один спектакль, посмотрев, написав смелую рецензию, я эти четыре экземпляра и принес всем, значит, педагогам, которые там проводили какие-то консультации или что. И сейчас дело не в том, понравился или нет, но я могу твердо сказать. В Харькове принимали театроведов через год, в отличие от Киева. Мой курс набран был третьим подряд. И пять лет после нас не набирали. Мы выпускались только тогда, стали набирать первый курс. В нашем институте была твердая совершенно убежденность не брать студента после школы на этот факультет. И со мной на курсе, к сожалению, уже покойная, трагически погибшая, училась как раз дочь ректора худпрома, то есть вуза, такого же значения, которое поступило со второго раза. И я был первый там за 20 лет ребенок, которого взяли после школы. Кроме того, и тут я вообще уже шучу, всегда было пять человек на этом курсе, у нас было шесть. Я говорю, Господь Бог еще на всякий случай зарезервировал мне место. И надо сказать, что я к этому довольно серьезно отношусь, потому что я думаю, что вот эта серия совпадений или какая-то рука, которая над тобой, она дает тебе ответственность. Ну то есть на самом деле, видимо, и это, с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, огромнейшее счастье. Ну то есть счастье для любого человека – это, ну как бы, выполнить какое-то предназначение свое жизненное. И я абсолютно убежден из-за этой всей истории, что мое предназначение было писать, говорить о театре, думать о театре, обсуждать театр, участвовать в каких-то театральных проектах. И поэтому вот, ну как бы, я всю жизнь живу с этим ощущением ясного предназначения. Для чего ты? Ну я думаю, что вам до того не попадалось стихотворение Вадима Вадимовича Маяковского «Критик». Вы знаете его? «От страсти извозчика и разговорчивой прачки детеныш незрачный в результате выйти, мальчик не мусор, не вывезешь на тачке, мать поплакала, поплакала и назвала его «Критик». Ну так, с любовью написано. Ну к этому надо привыкнуть, но нельзя любить критиков. Но, Сергей, смотрите, ну то, что журналистика, вы руководили, организовывали многие газеты, журналы, это понятно. Но вот все-таки профессия театрального критика, это какая-то некая театральная прокуратура, что ли? Ну это же, в общем-то… Я так не считаю. И поэтому я когда-то обиделся на одного… Ну не обиделся, а по-детски так немножко огорчился, когда один из моих выдающихся учителей, Роман Алексеевич Черкашин, один из вот этой знаменитой тройки, которая выступила в защиту Курбаса, даже на этом страшном судилище его. Удивительный человек, и очень много меня с ними связывает, с этой семьей. Роман Алексеевич Черкашин, подписывая мне книгу, очень давным-давно, когда я еще считал себя критиком, он мне написал театральному журналисту, моему большому другу Сережу Васильеву. И меня этот театральный журналист как-то задело. Ну как же, я же тут такой главный, меня же все слушают. Тут же все говорят, какие я хорошие пишу статьи. На самом деле, я думаю, что Роман Алексеевич был прозорливее во многих вопросах, чем я в тот момент. Хотя я был на пике в своем творческом, возможно. Я очень рано стартовал, и я обогнал даже свое поколение режиссерское в каком-то смысле на 2-3 года, да, потому что все-таки мое поколение пришло чуть позже. И поэтому я оказался такой, у меня довольно много было таких ситуаций. И когда ты существуешь на каком-то изломе, ну то есть ты ни к чему не принадлежишь. Я совершенно не групповой человек, и в принципе, да, но это связано не только с группами по интересам в театре. Я в толпу никогда не вхожу, ну то есть я никогда не поддерживаю мнение, которое мне кажется неверным, ну и так далее. То есть из-за этого бывали у меня конфликты, конечно, в юности довольно часто какие-то. Но, тем не менее, я считаю себя очень везутим человеком, что меня не ставила судьба перед выбором, который был, например, у моего дедушки. Я совершенно никогда не сужу людей 30-х годов. Я считаю, что мы имели за свою жизнь только выбор между куском хлеба и куском хлеба с маслом, куском хлеба с колбасой или с красной рыбой. И я не считаю, что это выбор серьезный, потому что в принципе человек может насытиться и куском хлеба с молоком. Вот в чем дело. А когда человеку говорят, жив он или нет, или еще хуже, говорят, живы его близкие, его родные, его мать, его сын, его дочь, его жена, его любимая, и тогда стоит выбор. Ну так, пожалуйста, ты можешь не верить, а вот тогда этого человека просто мы его сотрем с лица земли. Это выбор серьезный. Я с вами абсолютно согласен, что мы жили, в общем-то, с вами действительно не в относительно, а, наверное, все-таки вегетарианские времена. Конечно. И наказание это было карьера, наказание это было, возможно, как вы говорите, выбор между бутербродами. Как я помню, во времена нашего с вами детства, именины, как и рыба, делились на две части. С икрой и без икры, да? Вот. И говорили, вы любите бутерброды с икрой? О, это значит, были крутые. Там больше одного, ну максимум двух никогда никому не доставалось, но тем не менее. Вот. Сережа, ну вот смотрите, давайте немножко, как говорится, поговорим, как у Шаова есть такие хорошие строчки в одной из песен, сядем да поговорим лотком о судьбе интеллигенции в государстве воровском. Мы не будем давать оценку обществу в целом, давайте поговорим о театре в нем. Вот как вы видите, сегодняшний театр, особенно сегодняшний театр в конкретных украинских условиях. Вот я затронул в нашем разговоре фамилию Андрея, фамилию и имя Андрея Желдока. Я помню, что вот этот самый громкий скандал, после которого он практически прекратил ставить в Украине, все-таки случился в городе Харькове. Да. Хотя вы уже работали в Киеве. Хотя, с другой стороны, надо сказать, что, конечно, это был дар судьбы Андрею, и это был огромный подарок украинскому театру, эти четыре сезона в Харькове. Он имел абсолютный карбланш, он имел средства, он имел то, что называется какую-то поддержку меценатов в этом городе, и он смог осуществить, на мой взгляд, лучшие свои спектакли в это время. Ну, все-таки, вот это было больше страстью к какому-то эпатажу? Нет, конечно. То есть мы всегда, и с первой минуты появления Андрея, или со второй, скажем так, минуты, когда он там начал выдавать свои манифесты, после двух первых спектаклей, второго, кстати говоря, единицы, знаю этот спектакль, который уже, в общем, где-то микроскопически желтока, того, к которому мы привыкли, уже содержал этого желтока. Его все воспринимали как эпатирующего человека. Более того, я думаю, какие-то вещи он делает, и сейчас наверняка, потому что он взрослый человек, вполне совершенно сознательно. Ну, то есть это человек, который на конфликте, на провокации в значительной степени строил свою судьбу. Она непростая, кстати говоря, и он очень много для этого, ну, как бы, употреблял разных социальных, в том числе стратегий. Ну, то есть, он не боялся быть громогласным на самом-то деле. Он мог кого угодно бронить, он был совершенно нетерпим к обществу и к театру украинскому. Он таким образом себя противопоставил. Но на самом-то деле история была его сложнее. И до того, как он выработал этот стиль, чем Харьков, ему очень сильно помог, безусловно. Я говорю об этом очень ответственно, потому что у меня с Андреем были разные периоды в жизни. В том числе был период, когда мы вообще не разговаривали, не здоровались. И он меня сквозь зубы вот так глядя пропускал на свои так называемые знаменитые коммерческие спектакли. Не боюсь, там «Серого волка» или вот «Кармел» замечательный в своем роде. Но когда он сделал этот поворот на Женитьбе в Черкассах, это выдающийся, по-моему, спектакль. И в спектакле как раз такого открытия, открытия. То есть когда он очень много вещей понял. Ведь Желдок потрясающий. Его могут, и знаю, его очень многие не любят и ненавидят, и с ним очень тяжело. Он чванливый, он капризный. Скажите, он психически нормальный человек, на ваш взгляд? Ну, как может быть художник психически нормальный человек? Я считаю, что вообще психически нормальные человеки – это самые нормальные человеки. То есть если у человека нет никакого бзика, никакого отклонения, вот это и есть настоящие идиоты сумасшедшие. У Желдока, у него есть то, чего нет практически ни у кого. И очень вообще редко бывает у художников. Он бесстрашный, он мужественный, он дерзкий. Он и себе делает вызов, а не только тем людям, с которыми он работает. При этом, я повторю, человеческий он невыносимый иногда человек. Невыносимый просто. Капризный, хитрый, коварный. Ну, то есть много в нем есть качеств, за которые его можно не любить. Но то, что ему так подчинялись, кстати, артисты – это главное качество. Потому что это не случайно случилось в этом замечательном театре моей юности, в этом все-таки Березоле, который всегда умел как бы как феникс возрождаться, как только туда попадал какой-то живой фермент. И я это видел на своих глазах, когда туда пришел Владимир Петров и поставил выдающийся спектакль «Мылын счастья», «Менница счастья». Это было, когда там появился Желдок, это сразу все оживало. Болото как будто иссушивалось. Конечно, ему повезло с ситуацией, но надо было быть Желдоком для того, чтобы ее создать. Потому что то, что он требовал от артистов в этом театре, это было невозможно. То есть, например, были постановки у него и очень удачные по-своему и в Театре Франко, если вы помните, начиная с первого момента, который был просто фантастический, на мой взгляд, спектакль. И я, кстати говоря, первый о нем написал. И заканчивая, или не заканчивая, не уходом, а тремя сестрами, которой была прекрасная работа. Но это в подметке не годилось тому, что он сделал в Харькове. Потому что в Харькове все работало на вот этот огонь. Это трудно объяснить, но это правда. Он очень необычный человек. Я в это время довольно близко с ним общался и даже могу в каком-то смысле похвастаться, хотя чем хвастаться, собственно говоря, в своей жизни. Но когда он стал работать в Харькове, он меня приглашал на генеральные репетиции. И мы смотрели спектакль, и даже вместе еще с таким очень интересным человеком Пашей Коплевичем из Москвы делали сокращение. И вот этот знаменитый Гамлет, первый его, просто вот так, как бы после первой премьеры, после первого показа, сели мы и предложили, уж не помнящая, это была идея, но это была очень долгая дискуссия, перебросить акт последний, который был 20 минут, в начало. Потому что там второй акт гениальный в этом спектакле. То есть это вообще просто что-то невозможно. Это какой-то такой театр, который вечный театр в этом Гамлете, в этом спектакле. А первый вязкий был, ничего не сделать. Мы за два дня до спектакля, он сократил 40 минут. При том, что плотность метафорики Желдака, она просто необычайна. То есть это же всё время парад аттракционов, на самом деле. Всё время там есть что-то такое выдуманное, причём выдуманное на грани. Под не случайный штамм, там Баню о нём пишет, как о режиссёре-сюрреалисте, и оттуда ведёт его линию. Наверное, правильно, потому что он, конечно, занимается в театре воплощением снов. Ну то есть вот то, что он делает то, чем, собственно говоря, настоящий театр во многом должен заниматься. Он делает невидимое видимым. Это волшебство этого искусства, на самом-то деле. Ну или одна из колдовских сторон этого искусства. И ему это там удалось, потому что... В том числе и в этой скандальной Ромео Джульетте. Я как раз считаю, что Ромео Джульетте... Что, кстати, для Желдека совсем не характерно. Он как бы ругает весь мир, он не принимает общество, но, в принципе, он не политический художник. Ну то есть его политика постольку-поскольку. Ну то есть она для него работает как некий раздражитель для каких-то фантазмов. Но они никогда не были... И там, я думаю, что он совершенно не специально. Он же сделал там две кучи уродов, обезьян. Одни в оранжевом, другие в синем. И это был мир, как бы, в котором живут эти девочки, эти Джульетты, харьковские, на самом-то деле. Замечательная фраза этого спектакля. «Я хочу любить и е**ть». И это правда о мести. И вот это чмо, вот это всё политическое. Он об этом не задумывался. Выгнали его не из-за голых труппы, которые там маршировали все голяком на сцене. Его выгнали из-за политики, на самом деле, и съели в Харькове. Вот в чём штука. Я в этом глубоко убеждён. Ему это не помешало. Всё-таки для него это был трамплин. Они объездили, наверное, там, я не знаю, 50 фестивалей за это время. Его очень полюбила Москва. И Марина Давыдова там о нём замечательно писала. И Роман Должонский. Я с ним познакомился, когда он у Рахигау заставил Медею. И... Ну, я даже был на его репетициях. Вот. И видел, как он работает с актёрами. И кто-то бесконечно подчиняется, а кто-то, наоборот, не может с ним работать. Потому что у него есть же, его мастер-класс же самое главное называется «Как убить артиста». Собственно говоря, на этом всё построено. Или люди входят в эту ситуацию. Это не просто исполнители. Вот повторю, я не знаю, где мог бы получиться такой театр, кроме как с этой труппой в Харькове. Это удивительно. Или своё время в Черкассах. Там нужны люди, ещё у которых есть доверие. Но я в театре Франко бы никогда в жизни это не получал. Потому что театр Франко – это театр не артистов, а имиджи артистов. И всё. Ну, то есть там очень сложно, где-то можно сделать грандиозный, эпический, красивый, мощный спектакль, но там никогда не будет театра вот в его этой сокровенной сути. Вот этого яда театрального. Спасибо за внимание.